Здравствуйте! Эфир телеканала РЖД ТВ продолжает программа «Новое звено». И сегодня мы расскажем о работе уфимской детской железной дороги. Юные железнодорожники сейчас перешли на удаленное обучение, но уже готовятся к летней практике. Подробнее об этом нам расскажет инструктор уфимской детской железной дороги Наталья Домовичева. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в эфире нашего телеканала, хотя бы по скайпу. Я так понимаю, что вы сейчас тоже перешли на удаленную работу. Да, совершенно верно. Ну, немножко расскажу о нашей детской железной дороге, так скажем, немного о нас. Уфимская детская железная дорога была открыта 10 мая 1953 года. Мы находимся в парке Якутова. У нас обучаются 353 сейчас на данный момент юных железнодорожников, которые изучают профессии общего курса железных дорог и выбирают, соответственно, профессии, которые им будут в будущем для поступления нужны. Это помощник машиниста, это дежурный по станции, монтер пути, проводник вагона. На данный момент сейчас мы перешли на дистанционную форму обучения в связи со сложившейся ситуацией. Для нас ЦКДР Москва предложили такую альтернативу открытию Google Class, платформу Google Class. Может быть, вы тоже, конечно, слышали. Очень удобная платформа. Туда мы отправляем всю информацию. Там сохранятся лекции, видеоматериалы, презентации, различные практические задания, которые даются детям, тестирование. То есть дети, те, которые не смогли просмотреть онлайн-урок или не смогли подключиться, они могут просмотреть это все в Google Class, свободно это изучить, задать нам различные вопросы, которые их интересуют. Ну и, соответственно, также родителям спокойно они могут посмотреть, чему мы учим их детей. Платформу Google Class у нас дети освоили очень быстро, им это очень удобно. Так же, как и родителям. Ну вот немножко у нас была загвоздка, конечно, это в онлайн-уроках, потому что, сами понимаете, не у всех детей есть возможность выйти в сеть, не у всех есть возможность подключения к интернету. У кого-то плохая связь, у кого-то плохого качества телефон, который не поддерживает функции тех или иных программ, которые нужно для этого подключить. Также некоторых родителей находятся тоже на удаленной работе и не могут предоставить вовремя либо ноутбук, либо компьютер. Но мы все-таки решили эту проблему, мы все равно связываемся с детьми, стараемся в то удобное время, которое им удобно. Но в свое свободное время мы, конечно, готовим материал, презентации, видеоролики и, соответственно, все это проводим уже онлайн. Скажите, а по всем предметам уроки проходят на удаленке? Смотрите, вообще общий курс железных дорог, да, первый-второй год обучения у нас проводится, это стопроцентно. Также по профессиям это монтер пути, единственное, что у нас не проходит, потому что у нас инструктор была в больничном, но сейчас у нас возобновляются занятия. Но проводник пассажирского вагона и дежурный по станции у нас занятия ведутся, да. Как ребята ваши вообще восприняли всю эту историю, онлайн-историю, и как сейчас уже можно оценить их успехи и продвижение профессиональное? Конечно же, они скучают по детской железной дороге. Начнем с этого, все-таки, когда атмосфера и классы, и оборудование. У нас же очень много тренажеров, различных симуляторов. Но, тем не менее, конечно, освоили они хорошо, и приняли спокойно довольно-таки. Изучают, смотрят. Если есть какие-то вопросы, задают вопросы, мы отвечаем на эти вопросы. Также они закрепляют тему, проходят практические задания, тестирование свободное. Если есть какие-то ошибки, то мы обсуждаем эти ошибки. Ну, довольно-таки, они серьезно восприняли это все. Расскажите немного, как вообще в обычной жизни строится обучение на детской железной дороге? Из чего состоит курс? Есть теоретическая часть, есть летняя практика, наверняка есть какие-то экзамены? Начиная у нас с сентября месяца, начинается у нас обучающая программа. Это общий курс железной дорог, первый-второй год обучения. И с третьего года обучения это профильные предметы, которые я уже озвучила. Обучаются они пять лет. У нас с 1 июня у нас должна происходить летняя производственная практика. Но вот сейчас у нас, конечно, сроки, наверное, сдвинут, скорее всего, на неизвестное время. Но, тем не менее, уфимовская детская железная дорога, она готова вообще. Уже балансодержатели у нас всю технику проверили. Только ждем команды старта. И потом, когда-то какие-то экзамены должны быть? Когда завершается год? После практики? Вообще, у нас, начиная уже с мая месяца, у нас идут экзамены. То есть дети перед практикой обязательно сдают тестирование на компьютере. Либо в устной форме. Но в основном тестирование на компьютере проходит. Потому что не каждый ребенок может сразу, так скажем, ответить по билетам. К примеру, теряются. А здесь все-таки они друг другу даже помогают. Вот так и проходит. А много выпускников вашего кружка детской железной дороги потом выбирают профессию железнодорожника? Ну, примерно, знаете, так скажем, 50% детей, которые выбирают профессию железнодорожника, некоторые идут по стопам своих родителей, родственников, поступают. Два вуза у нас есть. Это Уфимский техникум железнодорожного транспорта и Самарский государственный университет путей сообщений, который находится в городе Самара. Но есть еще плюс ко всему проблема в том, что если, допустим, выделять целевое направление, то на одно целевое направление очень большое количество поступающих. То есть конкуренция большая, так скажем. Вот. И, соответственно, не у всех детей, не все дети, вернее, проходят по здоровью медицинскую комиссию на железную дорогу. Поэтому процент только, наверное, 50 поступает. А приходят учиться на железную дорогу. С какой мотивацией? Почему ребята идут? Вот в основном, потому что кто-то из родных тоже работал на железной дороге? Или какой-то собственный интерес? Или другие какие-то причины? Есть разные детки. Конечно же, есть те, кто именно просто горит железной дорогой. И у них родители, не родственники, не железнодорожники. У нас таких детей тоже очень много. Вот. Есть те, которые, конечно, и по стопам идут. А есть просто те дети, которые некуда, ну, как сказать, у нас же бесплатный кружок, начнем с этого. То есть не могут родители позволить куда-то в платный кружок ребенка отдать. И они отдают к нам. То есть ребенок, ну, ходит с удовольствием, интересуется. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но, тем не менее, они хваткие. И мы не даем такой объем знаний, как говорится, чтобы они не смогли его усвоить. А железная дорога, ваша железная дорога, она полностью оснащена необходимой техникой, да? Я так понимаю, потому что ведь практика, она прям приближена к реальным условиям. Да, конечно. У нас имеется два тепловоза. У нас вагоны. Это то, что касается летней производственной практики. У нас имеется отдельный класс дежурного по станции, где ребенок сам полностью управляет движением поездов. То есть перевод стрелки, светофоры. Конечно, под нашим руководством, под нашим контролем все это проходит. Также для того, чтобы закрепить какое-то теоретическое знание, да, какие-то теории, то у нас очень много различных других тренажеров и симуляторов, которые вот как раз-таки они отрабатывают различные ситуации. Либо себя могут попробовать в плане дежурного по станции. У нас есть симулятор ДСП, очень удобный, где они могут сами принять и отправить поезд по нужному пути, просмотреть, как он проследует, переключить сами стрелки, нужные светофоры. Ну, очень интересно. А как вы пришли на железную дорогу? Как вы вот там оказались? У меня вообще семья не железнодорожников. Есть дядя-тетя, конечно. Вот, я поступила в 2005 году в Фимский техникум железнодорожного транспорта, закончила, затем пошла в университет у Самарских государственных, закончила по специальности электроснабжения. Проработала в Демской дистанции электроснабжения и пришла потом вот в итоге работать на детскую железную дорогу. Я просто люблю детей, и мне тоже очень интересна железная дорога сама по себе. Я как раз из тех людей, которые не являются потомками железнодорожников, а именно просто интересуются железной дорогой. Ну и плюс здесь еще и педагогический талант, наверное, да? Поэтому все совпало. Любовь к железной дороге и педагогический талант, и стремление. А кто ваши коллеги? Кто вообще преподавательский состав? У нас имеется три инструктора на детской железной дороге. Мастер участка производства, который нам тоже помогает. Он у нас проводит техническое моделирование, работает с 3D-сканером, с 3D-принтером. У нас, потому что имеется отдельный класс компьютерный, где деткам как раз проводятся эти занятия. И если, допустим, кого-то из инструкторов нету или кто-то на выезде, то мы друг друга, конечно, замещаем. Приходят, кем хотят быть чаще всего? Машинистами, проводниками? Кем вот сначала приходят и говорят, я хочу быть? Девочки в основном, конечно, проводники, а мальчишки в основном, конечно, на локомотивы. То есть машинисты. Но, тем не менее, когда они уже более-менее узнают поподробнее о других профессиях, потому что не каждый ребенок знает вообще, какие профессии существуют на железной дороге, а их очень много. И уже начинают интересоваться другими. И девчонки потом у нас почему-то больше начинают интересоваться дежурным по станциям. Когда особенно пройдут практику летнюю, производственную, пробуют себя в роли дежурного по станциям, это очень интересно. Ну, вот таким вот образом. А на взрослую железную дорогу они ходят на экскурсии или, может быть, какие-то мастер-классы? Вот есть такая возможность? Да, конечно. Когда у детей наступают каникулы, зимние, летние каникулы, мы обязательно проводим им экскурсии. Мы связываемся с подразделениями. Это ПЧ, ШЧ, ЭЧ, ВЧД и так далее. Пишем им письмо с одобрением, что они не против. И ездим, конечно, собираем детей и ездим на экскурсии. Соответственно, они знакомятся с профессией, они смотрят, как работают уже люди на большой магистрали. И у них еще больше начинают сгораться глаза тем... Ну, и больше они начинают интересоваться еще и, может, какой-то другой профессией. Когда следующий новый учебный год? Вот как вы, скажем так, приглашаете новых своих учеников? Что для этого нужно? Нужно ли сдавать какие-то вступительные экзамены, собеседования? Вот как к началу учебного года железная дорога должна быть готова? По поводу, как мы проводим набор детей, мы ездим по школам города Уфы и на отдаленные участки. Мы побывали и в Чешмах, мы побывали и в Карламане. Некоторые дети, те, которые вообще ни разу не слышали о детской железной дороге, мы об этом рассказываем, о перспективах, что они имеют и какие будут для них возможности после окончания нашего кружка как раз-таки юный железнодорожник. Начиная как раз с сентября месяца, мы начинаем ездить по школам, собирать заявления от родителей, их согласия о том, что ребенок будет у нас проходить обучение. А вступительных экзаменов никаких нет, да? Просто самое главное желание? Да, нет, никаких вступительных экзаменов нет. Самое главное – это разрешение от родителей письменное, это заявление и желание самого ребенка, конечно. Наташа, спасибо вам огромное. Сейчас пока дома, продолжаем учиться, продолжаем работать. Ну и желаю вам поскорее с ребятами встретиться уже оффлайн на железной дороге и пройти летнюю практику успешно. Спасибо вам большое. И на этом все. Это была программа «Новое звено». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!